Фуга до мажор. Баха. Ну, пожалуйста. Ты играешь, знаешь как, вот ты играешь сначала до конца, ни о чем не думай. Играй как будто у тебя все, вот сегодня выступление, ты не останавливаешься, идешь сначала до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну, молодец. В принципе, ты ее складываешь. Хорошо. Ты знаешь, вот я на что обратила внимание, что у тебя, ты, во-первых, начала с какого-то, смотри, начинается из-за такта. Как можно это вот понимать? Как будто бы эта музыка была очень-очень давно, там, 2000 лет, и вообще с момента сотворения Вселенной, может быть. И только в этот момент я ее услышала. Вот как бы там весь мир движется. И только если кто-то зайдет сюда, это не значит, что он с этого момента начался, этот человек появился. Он до этого тоже, просто мы его не видели и не слышали, да? Поэтому вот ощущение того, что до этого вот очень много чего было, и просто вот тарараги, оно влилось, да? Вот такими руками, как будто бы ты с этого момента хочешь запустить вообще вот космос. Понимаешь? На самом деле он до этого. Я тебе предлагаю начать ее с воздуха. То есть, именно, вот представь себе, вот речка течет, и вот как она до этого тоже, вот что-то такое происходило все-таки, да? Вдох и пошли. Да, давай, давай еще легче. А давай еще легче. А давай еще легче. А давай еще легче. Пара-пари. Вот прямо вот, вот прямо вливайся в нее. Да, хорошо. Так, хорошо. Вот теперь смотри. Вот известно, что у Баха как бы бесконечная, какая-то. Вот мы, если говорим о реке, или там, вот мы говорим, там, кучи, да, что-то такие там. Ну, совпадение-то или нет, мы не знаем, но во всяком случае, вот такая бесконечная ткань. И такты, это очень условная вещь. Такты для измерения, так сказать, вот начни с третьего такта. Но это не начало. У него вот, даже я говорю, это даже не сначала начинается, и он где-то, ну, вынужденно должен сделать остановку. Просто потому, что, ну, иначе мы просто не уйдем из этого зала, понимаешь? Но вся внутри ткань, она бесконечная. Поэтому вот тара-та-та-та-та, это лишняя совершенная присядка. Пара-та-та-та-та-та-та-ли-то-ли-то-ли-то-ли-то. И вливается следующий голос. Значит, убери вот эти точки, и это тоже не точки, то, что мы с тобой скрытый голос выпили. Это некая линия, это тоже не точки. Это как созвездия, мы даже соединяем какими-то линиями, и получаются фигуры на небе. То есть это не ля, соль, а ля, соль, фа, ми, ре. Вот такая ткань. То есть она тоже в движении, и тоже эта речка протекая, она как бы огибает или задевает вот эти нотки. Давай, то есть все в течении и в продолжении. Прямо вот начни ее с воздуха. И слушай. Ну вот этот до, вот прямо вот совсем, вообще ее нет. И вступает. Вот опять же, если мы говорим о партитурности, то есть разные инструменты, да? У нас есть регистр вот этот, и есть регистр вот этот. Чем отличается вот этот второй голос? И в другой тональности. Другие ноты, потому что другая тональность, да? То есть плавный перевод из до мажора в соль мажор, и доминант в твоей тональности, скрипка продолжает вторая. Вот это те, что означает? Тема. Да. Ну вот, значит, соль мажор. Соль мажор, и он пониже. То есть, типа как скрипка, а это может быть, да? Или вторая скрипка. То есть он вступает, вот у меня голос, и у тебя голос. Видишь, у нас голоса различаются. Ты говоришь, да, у сей, да, у меня. Я говорю, соль фа, соль ми. У нас разные голоса, да? Значит, ты плавно переходишь и вступаешь другим голосом. Просто другой человек. Давай. С воздухом, давай. Убери эту точку, вообще, вообще ее нет. Да, 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 и здесь тоже вот. Не пинай эти самые, ты еще, 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 еще. Еще, 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 еще совсем. Совсем как тряпка, как, еще. Вот здесь вот. Стоп, повесь, повесь. Повесь руку мне на палец. Повесь. Еще повесь. Тяжелая. Вот, вот, вот такой вот рукой играй. И эти пальчики, знаешь, они как метелочки. То есть, вот, играй мысль. А пальчики за ней пойдут. Да? Рисуй просто. Воздух в руках. Воздух, абсолютно. Встань, пожалуйста. Встань. И сделай вот несколько вот таких вот движений. На отмыш. Вот, как будто у тебя вот и раскручивают. Не-не-не, посмотри, как я высоко поднимаю. Поднимается вот так? Да. Вот так поднимается? Вот так. Вот так. Вот. И вот это нижняя точка, а это верхняя точка. И вот давай, раскручиваем. Раскручиваем. Воздух в руках должен быть в воздух. Еще до верха, посмотри, я поднимаю до верха. Да, и прям быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, как можно быстрее. Еще-еще, раскрути, раскрути. Левую тоже. Отойди. 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 Давай-давай-давай-давай. Ага. Давай еще-еще-еще-еще. Чтобы воздух почувствовал. В другую сторону. Чтобы рука как бы вылетела вообще у тебя. Ага. И вот эту вот. А теперь двумя руками. Раз, два. Нет, только не останавливаем. Не останавливаем. Вот именно вот. Не останавливаем. Посмотри. Вот. Не останавливаем. Как ты тренируешь. Давай-давай. И обратно. И обратно. Вот немножко. Ну, не знаю. Посмотри. Давай. И прямо сходу начинаем. Прям не готовься. Не готовься. Не готовься. Сначала прямо идем двумя руками. Да. Да. Теперь смотри. Да, извини. Теперь вот эти вот ми-ре-до-си, да? Вот это вот. То есть ля, соль, фами. Вот они немножко потерялись у нас, да? Давай. Давай. Проследи за ним побольше. У тебя, ну, смотри, ты, основная вот такая момент, что у тебя нота немножко приплюснутые, как бы срезанные какие-то абертона из-за того, что ты играешь одним пальчиком. Смотри. Один пальчик, вот он, да? А вот это все остается как бы выключено. Соответственно, ты тут тоже вся выключаешься. Вообще у нас участвует все тело. Даже ноги. Они должны быть свободны. Та-та-та-ти-ра-та-та. Немножко подсоединяя руку. Это как если бы скрипач играл бы вот так, знаешь, вот. Вот без этого. То есть воздуха нет. Что делает он? Он, значит, развивает вот этот второй голос на третий раз. У него идет продолжение его вот этой идеи. Посмотри, она, ты, вот, сыграю ее легато. Вот сыграю ее легато. Ля. Это не легато. Ты прямо сливай. Вот. Вот и доведи ее. Вот сейчас следи за ней. Ля. Соль. Фа. Мир. Ре. До. Си. Как будто бы это половинная нота. Да, на полдавка. И продолжай мы свою свою именно по этой линии. Вот проследи ее, пожалуйста. Сыграй двумя руками и проследи. Давай еще, 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 еще. Ага. Я не слышу. Я вот эту не слышу. Это главная вот эта вот линия. Я ее не слышу. Мы не можем графически отобразить все нюансы, которые у нас могут быть в музыке. У нас есть точки. И там точки, и там точки. Но если мы все-таки хотим вот эту вертикаль немножечко сделать подлиннее, этот голос тоже можно немножко больше продлить. То есть не просто... Да. То есть немножечко просто длиннее. И то есть точки немножко положенные. Вот скрипачем это гораздо всего удобнее сделать. Давай чуть подлиннее вот эту ноту для того, чтобы мы тоже вот это немножко как-то разделили. Чисто пространственно, да? Еще, еще, еще продлинь. Даже выйди из ритма, знаешь, вот сейчас, не бойся. Да. А теперь сыграй только эти вертикали. Вот, да, вот, только вот эти вот. Он, да, давай. Вот только их. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Да. И теперь вот поскольку здесь уже это вот уже не тема, то есть это интермедиа у нас. Из темы плавно мы вышли в интермедиу. Настолько мастерское это все вот... Опять же, не разделяется, нет границы. Да, но у нас есть интермедиа, поэтому мы можем к этому относиться уже, так сказать, без верховенства какой-то тематической мелодии. Вот. И вот как раз вот, если ты поменяешь вот этот штрих, мы сразу почувствуем разницу между тем, где есть тема и где нет темы. Это такой тонкий материал, да? Инструмент. Вот. Да, вообще, я прошу тебя начать с этой темы. И вот когда придем сюда, чуть-чуть вот начни их продлевать. Посмотрим, как это вот будет. То есть мы будем рисовать немножко другую... Вот. Прием, когда у нас левая рука плохо слышна, а она сейчас плохо слышна на самом деле. И здесь тоже во второй теме она тоже была плохо слышна. Я обычно делаю так. Вот так. Сейчас ты поиграешь очень медленно, если ты так еще и пока никогда не делала. Причем левая сверху. Это обманывает наш мозг, что верхний голос, он всегда слышнее, что верхний голос теперь левая рука. И попробуй сыграть этому баха, это очень легко получается. Давай. Да, и каждый играет свое. Ты можешь это сыграть вот здесь. Вот. Видишь? Да, мозг путается. Давай еще разочек. Да. Сейчас я играю вот здесь. Все. Спасибо. Все, сейчас играем, как написано. Прямо отсюда с темы. Немножко появился. Немножко появился. Но знаешь, когда ты играла накрест, ты очень все равно массивно играла вот правую руку. Постарайся ее покороче все-таки. Да? Покороче ее совсем вот покороче, да? Вот попробуй вот так вот сделать. Ну, отлично, послушаем. Давай, давай. Да, да, да. Договорились, да? Все, молодец, спасибо. Так вот, сейчас уже теперь давай обратно верни. С каждым таким проигрыванием у него будет появляться все больше и больше. Смотри, вот этот голос, все-таки ми-та-та-та-та-ра-та-та. То есть скрипач бы сделал вот так. Соль, фа, соль, ми, соль, фа, соль, ре, соль, фа, соль, до. Он бы давал больше смычка обязательно. Теперь тебе чуть-чуть больше длины просто. Не просто пнуть ее, извини. Сейчас чуть-чуть на это похоже. Как будто, знаешь, вот какой-то пластилин, и ты его так вот проминаешь. Та-ра-та. Что, вмятина осталась? Па-ра-та-та-ти-ра-та. То есть ее вот немножко больше, больше ей глубины дать вот этой ноте. Давай, давай, секундочку. Отдельно, отдельно вот это вот. Ты смотри, вот, да. У нас пальчик, смотри, да, здесь есть подушечка, вот. Но иногда, иногда можно взять и плашмя. Вот, вот знаешь, вот как валенок. Знаешь, что раньше валенок не сели? У него нет каблука, у него такая подушва массивная, массивная. Вот прямо его немножечко не ногтем. Немножко площадь и немножечко подлиннее. Немножко подлукже и пообъемнее. Вот. Попробуй, попробуй вот немножечко, да. Немножко площадь пальчик поставить еще раз. Во-во-во! Да. Во-во, отлично! Давай, поехали. Давай еще раз, теперь справой. Ну, а помедленнее играешь, чтобы ты это почувствовал в этот момент. Еще, 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 еще. Да, его прямо вот прожми немножко. Мне не хватает, мне все равно этой нотки не хватает. Как будто там педаль, вот как бы ручная педаль. Вообще, в принципе, вот есть прекрасная запись вот реминорного концерта Баха, где играет молодой Гульд с молодым Бернстайном. Это известнейшая запись. Они, правда, играют немножко, оркестра чуть-чуть так, романтически. Гульд еще только тогда появился, вообще никто не знал, что Баха как можно по-другому играть. Но Гульд играет все свое. И есть один кадр, там, по-моему, на 56-й какой-то секунде. Буквально три секунды показывает, как он играет, как он пользуется педалью. Буквально такие прикосновения. Это прямо вот на это отдельное спасибо режиссеру. То есть можно здесь вот это вот тоже употребить. Вот микро каких-то... Можешь попробовать вот это? Знаешь, буквально ты касаешься тоже так же, как пальчиком. Вот. Потом ее можно как-то вот оставить или не оставить, это неважно. Прикоснуться к этой ноте. Вот. Тогда... Давай, попробуй. Вот можно. Вот можно. Она не будет слышна, но она будет делать то, что вот нам нужно вот этот звук продлить. Все. Хорошо. Давай дальше пойдем, а то мы... Да. И, кстати, кто сказал, что вот абсолютно метрономично надо играть? На самом деле метрономы – это такой робот, да? Ты сейчас играешь очень-очень по метроному. Та-ра-та-ты, та-ра-та-та-та. Опять же, это же время. Вот. И если вспомнить, что все-таки у нас не было фортепиано, у нас был клавесин, там, ну, скорее всего, очень такая клавесинная пьеса, на клавесине очень быстро затихает. И что делать, да? И что делать, да? Ну, как рекомендация. Вот это вот, например, тоника, смотри, каданс. Знаешь, что такое, как данс? Да, вот завершение какого-то, да, там, предложения, доминантно-тоника какая-то, да? Наиболее нивелировано, наиболее незаметно, и особенно тонику, да? Та-ра-та-та-та, это вообще вот незаметно, так же, как здесь. Вот незаметно. Давай еще раз. И вливаться вот, и дальше вот, чтобы без какого-то этого у нас было. Так, этот голос, этот голос, интермедия закончилась, появился голос. Каким тембром? Это вот, допустим, не знаю, кто там у нас играет. С криптом, может быть, да? Давай, сыграй только тему. Каким голосом ты хочешь ее играть? Хорошо, давай сыграем вот эту тему, эту тему, это, а потом вот эту. Посмотри, как он дает, это тоже очень интересно. Вот сами регистры и тональности тем сопоставить друг с другом, посмотреть, какая у него, это же тоже определенная стратегия гениального композитора. Сыграй, значит, что бы ты окрашивала это в какой-то тембр, да? Вот все начало тем, прям, просто. Спасибо. Спасибо, все, давай. Ну вот разницы особенной нет. Особенной разницы нет. Представить, это было бы так. Вот здесь большая разница, да? А вот когда близко, ты уже разницу не даешь, а мне нужна разница. Другой голос, другой человек. Он с другой характером, он с другим характером. Давай, давай, первая, вторая. Давай, вторая. Отлично. Теперь третья. Третья. Во, четвертая. Подожди, 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 стоп. Ну вот мы можем так вот сравнить просто с людьми. Это, ну как бы по возрастам, да? Можем сказать? Вот давай, говори мне возрастам. Сколько этому лет? Двенадцать. Этому? Этому? Давай шестьдесят. Так. А этому? Два с половиной. Давай. Вот давай так. Значит, ты сказала. Ты сказала двенадцать, двадцать. Я сказала шестьдесят и два с половиной. Поехали. Только себе напоминаете возрастам. Хорошо. Хорошо. Все? Хорошо. Отлично. Этот. О! На самом деле, знаете, вот, что я хочу сказать. Конечно, вот, произведение Баха, фуга. Что такое фуга? Ну, мы знаем, что это там бег, туда-сюда, да? О чем? Ну, это трудно сказать. Названия-то нет. И поэтому эта музыка, она становится какая-то абстрактная. Какая-то очень отделенная от того, о чем мы думаем каждый день или что мы чувствуем особенно от нашего эмоционального отношения. Поэтому вот таким вот методом вы можете гораздо быстрее пробудить. Смотрите, живая музыка, она играет живую музыку с живым голосом. Потому что, опять же, много же... Баха-арии точно такие же, такие же виртуозные, со словами, которые поет. И слушайте больше вокальной музыки, на самом деле. Того же самого Баха, из контакта. Вот, полно. Вот, и соотносите. Отлично. Вот теперь сейчас давай все эти голоса начинаем. Все, опять же, сначала. Но игра не останавливаемся. Ты просто озвучиваешь вот эти возраста. Возраста, только не забыть, ладно? Себе заказывай. Вороняй. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, прямо очень хочется чуть-чуть прикасаться к педали. Хорошо. Это можно сделать еще более так... Ну, сейчас ты просто... Да, вот этот вот... Такой немножечко юморной, да? Смотри, вот этот... А этот такой ворчливый немножко. Такой ворчит. А этот балуется. Играет. Да? То есть вот эти вот вещи тоже. Теперь давай дальше пойдем. Вот, вот это интермедиа. Здесь появляется вот этот ход. Уже чисто такой, знаешь, контрабасовый или линчельный. И он очень развернутый. И опять же, поскольку это интермедиа, здесь он уже включается с темой, но потом перетекает в интермедиа. Опять же, одним пальчиком, когда играешь, у нас непонятно. Такой бас у нас появляется, настоящий. Вот этот басовый. Посмотри, вот сюда доходит уже. Все вот эти крайние точки ниже, собственно, вот этой ноты только вот тоника. Здесь еще раз будет ре, ниже этой ноты. Ну, собственно, клавиатура заканчивалась на до, поэтому ниже этой ноты у нас просто нет. Но вот это уже достаточно низкая нота. Спустись туда. Наша река там, не знаю, уже, значит, погрузились. Давай, сыграй только этот голос. Так, хорошо, хорошо. Теперь смотри, ты привыкла вот к этому, и здесь черточки поставлены. А я очень люблю слабые доли. Обожаю слабые доли. Как ни странно, когда ты озвучиваешь слабые доли, у тебя сильные не теряются. А наоборот, теряются совершенно. Сильная она и так сильная. А слабые доли, они все время проваливаются. Играй так, поиграй так. Понимаешь, она станет более такая живая. Сейчас немножко формально. Сейчас немножко ты формально сделаешь. Сейчас поговорим на совершенно другую тему. Вот как интонировать? На самом деле, интонирование – это, наверное, основная задача во всех жанрах, во всех произведениях и вообще. То есть проговорить, прочувствовать ее. И на раз. Вот сыграю. Вот еще так вот, все скажи вот этими тремя нотами. Ага. Так, хорошо. Теперь другие три возьмем. Ага, теперь вот это вот. Здесь есть такая музыка. А теперь сыграя первые три, вторые три и третьи три. И сравни их между собой. Вот посмотри, как они… Разговор такой. Вот я тебя спрашиваю, как дела? Ты говоришь, ничего. Ну, как бы это? Давай. У нас были другие. Подожди, у нас были вот такие. Три ноты. Вот, сон-то делал, тебе хочется обязательно ее привязать, потому что ты хочешь… Это не часть этого произведения. Три ноты. Да? Какие-то вот. Вот. Так, все, выключить. Теперь вторые три, которые мы взяли. Ага. И третье. Си, сон, двух. Вот посмотри, как они отличаются. Вот эти три раза по три, да? И потом они сливаются. Вот теперь сыграя их подряд. Вот, да. То есть, они начинают разговаривать. Например, здесь есть такие интонации. Смотри, какая интересная влияние. Ну, даже нет, давай три. Ну, смотри, какие сердитые ноты. Ну-ка. Угу. Или… Или… Ну, посмотри, вот какие сердитые здесь. Да. И теперь соедини их. Ти-то-то, ти-то-то-то. Вот, сцеграя. Отленько. Отсюда. Видите, смотрите, мы вытаскиваем ее из произведения, она уже их не узнает. Это что говорит? Это говорит о том, что вот это вот… Такая работа, конечно, она, во-первых, может быть непривычной, и никогда не делали. Но из контекста вырвали, и все, я уже не узнаю это произведение. А оно же там есть, и там все эти вот интонации, сколько нот, столько интонаций. И она говорит, она очень такая речитативная, ну, скажем, да, речитативная. В отличие от вот этой моторной темы, темы, это очень речитативная. То есть она говорит. Даже вот, вот, начинаем отсюда, начинает говорить. Смотри, что делает бах. Соль диез, соль бе кар. Посмотри, какая вот разница. Смотри, какая здесь есть интонация. Есть, да? Вот такие есть. Да? И так далее. Да, вот если разбить, прямо на… Вырвать из контекста, чтобы по-другому взглянуть на это все. Все сыграет. Вот это вот, извини, извини. Посмотри, какая здесь интонация есть. Вот эти три ноты сыграй, вот ты поймешь. Посмотри, какой возглас, это как в речи. Мы как разговариваем? Мы же не так разговариваем на одной ноте, все время, это будет очень скучно нас слушать. Да? У нас голос так не делает. У нас голос делает какие-то… Как ты сегодня прекрасно выглядишь, понимаешь? Мы у нас все время… Ой, что тут происходит? Понимаешь, у нас вся речь, она вот такая. Она музыкальная очень. И теперь вот такие интонации, которые здесь есть, надо эмоционально их прочувствовать. Понимаешь? Давай. О, а теперь все, все, давай. Попробуй все это вот прямо соединить. И пошли опять вот к теме, да? Давай теперь сделаем вот это вот, подойдем. Подойдем вот с этого зелого ребенка. Давай. Так, вот, видите, что получается. Разговор взрослого с ребенком может быть такое, да? Вот этот такой, что ты там, такие сапоги у него, там-пам-пам, вот такой. А этот вот, давай. Не останавливаем. Так, так, что у нас тут произошло? У нас, что происходит вот здесь вот, что происходит? Чем отличается вот эта вот часть? Ля-минор. О тональностях надо говорить в первую очередь и постоянно. Потому что тональность это цвет. Это настроение. Это, в общем, как без этого? То есть мы, вот теперь вот что? Это как, ну, у нас настроение бывает разное, да? Это какому настроению может соответствовать, да? Какому настроению? Грустному, еще какому. Знаете, грустно-веселый, это уже, да, до пяти лет можно. А в двенадцать, да, сколько лет? В двенадцать. Да, можно еще какие-то другие слова тоже находить. Грустно еще какое может быть? Давай, давай еще. О, вот чем больше слов, тем больше оттенки она может там найти. Да, расстроился. Кто-то расстроился, может быть этот, я не знаю. Давай. Вот сыграй тему. Тему вот такую, расстроенную. Да, да, вот сейчас хорошо, чуть подлиннее эти нотки пошли. Еще бы я вот удлинила эту ноту в связи с именно вот таким контекстом, да? О, молодец, молодец, да. Вот теперь давай перешли вот от этого вот этого самого. Уже заранее чувствуем, вот заранее подготовились к этому. Давай. Откуда-нибудь, не знаю. Теперь вот здесь вот для фортепианных нот написано пианиссимо. Это тоже с этим связано. Вот это самое, знаешь, это самое внутреннее. А пианиссимо, как известно, это не количество звука, а это состояние. Это вот такое вот состояние, где ты забился там в угол и не выходишь, потому что тебе так грустно. Ты вообще вот просто никого видеть не хочешь, понимаешь? И там где-то внутри себя ты вот совсем уйти. Вот постараемся вот с этого вот такого вот мощного вот этого. Еще раз, нам надо соединять эти. Очень хорошо ты это сделала. Давай еще раз. Давай вот с этого. Воздух, воздух, давай в руках. А еще. А еще. А еще. А еще. Еще, 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 прямо исчезни, вообще, чтоб тебя там не было. Не, 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 вот, вот, прямо именно контраст, контраст, именно, еле, еле касаясь, вот, прямо, вот, найди самый тихий звук, который ты можешь. И вот, смотри, появились какие-то тянущиеся вот эти звуки, чарующие, чего до этого не было. Здесь до этого не было минора, и до этого не было вот этого. И все, она должна дать, соль, это как птица, которая не машет руками, она прям планирует, знаешь, и она тут главная. Уже тема прошла пятый, шестой раз, мы ее уже запомнили, наконец-то. Особенно, как бы, ее опять знакомиться не хочется, да, ну, хотя все равно характеристики какие-то можно найти специфические, но мы не можем уже только об этом говорить. И теперь вот она появилась. Вот, от сина, от нотки си начинается вот это вот все. И прямо ее си, си, знаешь, вот это вот по барочному, это прямо, вот, представь себе, что у нее там внутри пузырь такой. И она должна покрывать всю партитуру твою, то есть она быть настолько главной. А остальное все уже живет своей жизнью, что запустили вот этот вот моторчик, а он уже идет по инерции. Да, опять же, мне очень много всего остального, очень много всего остального, да. Я бы оставила вот этот голос и вот этот. Ну, знаешь, вот нам нужно в полифоне иметь стерео уши, а лучше квадры, да. То есть объять ушами все и положить каждое на свою полочку. Ты должна четко понимать, прямо визуально чувствовать, как книжка у тебя на полке. Это здесь, это здесь. И они не перемешиваются. Да, тембрально, тембрально они должны, и поэтому, конечно, мы по голосам играем все это. Значит, смотри, вот сначала вот этот вот. Оно очень яркий, он прямо вот, ну, грубо говоря, форте. И вот прямо туда, в последний ряд. И теперь смотри. Я это тоже слушаю, да. И только в последнюю очередь, конечно, этот второй подголосик ударит. Ну, в общем, то, что я хочу. Я вот, да, попарно вот так вот. И очень внимательно слушаем, для того, чтобы каждый сидел на своей полочке. Свои жердочки вот так вот. Не путались, давай. Очень медленно, вот так вот, как я сыграла. Молодец, 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 молодец. Ну, для этого нам тоже немножечко нужен вот этот вот звучочек. Па-па. И слышать, что эта вот нота, вот она такая вот очень длинная, прям тоже линию от нее провести. Вот эта си, это не точка, но, к сожалению, ноты точками обозначаются. Си, ля. А ну-ка ты вот спой на октаву ниже. Си, ля, соль, соль. Спой. Си, ля, соль. Вот, вот сейчас вот играешь, играешь там, а поешь здесь, да. И играешь тоже левую руку, а себе подпеваешь верхний голос вот этот, давай. Си, ля, соль. Да, да, чуть-чуть подойдем, и сейчас ты поешь гумеру. И слушаешь верхний голос, давай. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Стоп. Слушайте, вы чувствуете, у нее открылись уши? Вот, значит, поем. Поем, поем всю дорогу. Отдельно голоса там и так далее. Все, спасибо большое, потому что, в принципе, мы в этих всех вот элементах, то, что здесь, можем 40 лет разговаривать. Спасибо тебе большое, тебе удачи. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.